Сегодня у нас мастер спорта международного класса, трехкратный бронзовый призер чемпионата Европы в команде и в паре серебряный призер Яна Носкова. Преподаст мне урок топ спина слева. Сегодня я пришла в гости к вам не одна. Оникс, иди ко мне, иди ко мне, мой маленький. Иди. Он уже в спорте 8 лет. Он тоже умеет. Он будет помогать мне сегодня учить Владимира. Оня! Нельзя ходить на педилища. Ну что, кондиционер у вас работает? Ну, конечно, все хорошо. То, что тут греха таить. Вот так? Ну, вообще, я считаю, что в моей игре игра слева сильнее, чем игра справа. Да, я лучше чувствую мяч, ладеем, и как бы я не могу сказать, как именно по книжке, да, правильно, в какой точке ловить. Я могу сказать только на своих ощущениях, как я сама это делаю. И если посмотреть, ну, или если вы смотрели мои матчи, вы могли бы замечать, что чаще я выигрываю очки именно то, спином слева. Самое основное – это, конечно же, работа ног. Как мы подходим к мячу. То есть я стараюсь стоять примерно ровно, чуть-чуть, как сказать, больше опираюсь на левую ногу, слева и на правую делаю движение. При этом также обязательно должен работать корпус. Вот, как эти косточки называются? Таз. Да, наверное, таз, да. Он должен немного нам больше помогать, то есть замах, и тазом выталкивать себя и делать его спин вперед. Беру, я стараюсь брать мяч в верхней точке, поверху. Работает у меня достаточно такая вот специфика. Я достаточно сильно загибаю кисть, когда делаю. То есть я очень много делаю кистью на мяче. И, то есть, получается, за счет кисти я могу придать вращение, если я делаю резко. А если я делаю чуть слабее, мяч идёт пустой, и это тоже мне приносит достаточно много очков. Именно на смене. Есть вращение, нет вращения. Давайте попробуем, и на деле я вам уже покажу, как это делается. Ноги, корпус и кисть на мяче. Видите, каждому мячу я стараюсь подходить ногами, чтобы мне было удобно. Сейчас мне было неудобно. Если я хочу сделать сильный этот спин, я больше замахиваюсь. Ещё раз. С дальней зоны шире движение. Чем мы дальше от стола, тем движение шире. Чем мы ближе у стола, тем движение короче. Одна кисть. Предплечье и кисть. Всё. Это удар. Это очень круто. Вы ещё разговариваете. Я не знаю, что у тебя силы. А, я сильная. А, это твой мяч покусанный, понятно. Он всегда на всех тренировках ест на мяче. Поэтому вы не стали исключением. У вас минус один мячик. Так, но сейчас вы видели, как я делаю спин по блоку. По обычному блоку, слева в диагональ. Если вы хотите сделать спин слева по подрезке, по нижнему вращению, это, конечно, немножко другое. Фух, надо больше работать ногами, садиться ниже. И мы, как бы, когда я делаю, не знаю, как мы, опускаю руку чуть ниже, потому что мяч же нижний. То есть, если сверху я делаю поверху, то снизу я делаю более ниже. Беру мяч. Давайте мы сейчас посмотрим, как я делаю по нижнему мячу. И потом будем делать по нижнему и верхнему одновременно. И вы увидите разницу. Кстати говоря, на мне экипировка за спорт. С Олимпийских игр 2021 года. Видите, я беру ниже. И за счет силы ног я выталкиваю вперед. Рука уже на автомате идет сама вперед, обязательно. Не вверх. А это по прямой. А, по прямой. Еще раз. Сейчас. Просто для того, чтобы сделать топ-спин по прямой, нам нужно немного правую ногу поставить вперед, чтобы дистанция короче, чтобы все контролировать. Оп. По прямой. А вот по диагонали. Это по прямой. Видите, работа ног очень важна. Как? Пойдет? Ноги, ноги. Работаем ногами. Сыпаем. Видите, короткий. Вышли. Оп. Длинный. Что-то зад. Ты, пожалуйста, как дальше действовать? Вот ты начала, начала атаку с левого по подвеске. Есть ли разница, как продолжать мяч правильно, куда делать движение? Движения же все-таки разные идут, и мяч приходит другим вращением. Ну, конечно. Все очень много зависит от того, сколько вы даете вращение в первом ходе, да? То есть, если мы сделаем сильное вращение, большая вероятность того, что нам подставят его мягко, чтобы сохранить мяч в игре. Тогда нам будет подойти ногами чуть ближе к столу и второй ход уже делать сверху. Ну, это как бы логично, что первый ход мы делаем по нижней мячу снизу, второй уже нам ставят блок, и надо делать мяч сверху. Но, должно признаться, у меня тоже иногда будут ошибки, что иногда я вижу, что мяч уже как бы коротенький, я немножко не дохожу ногами ошибать, или опускаю руку слишком низко. Как бы нет предела совершенства, поэтому на этим надо очень много работать. Вот мы сейчас вам покажем хорошее задание, именно для того, чтобы понять, когда рука должна быть снизу, а когда сверху. Сначала будем делать один раз подрезка, один раз как бы накат. Смотрите, сначала... Ой, сейчас все будет. Снизу, второй, оставляем руку наверху и вперед. Первый мяч снизу, наверху, снизу, вышли, усилили. Снизу, подошли. Оп, по прямой обманули. Так тоже можно делать. Ладно, по мячу еще попадать. Можно иногда продолжить и накатом. Если мяч высокий, раз, сверху и вперед. Но это лучше, конечно, вращением, это более... Не знаю, как сказать. Надежно. Так тоже надежно, на самом деле. Я подошел. Я буду одним задачей, я буду кидать рандомно. То есть я буду кидать не кидать, а производить кидать. Отлично. Это очень хорошее задание, если вы хотите научиться всегда правильно играть. Давайте попробуем, как я с этим справлюсь. Снизу, снизу, сверху, снизу, сверху, сверху, снизу. Можно не играть. Снизу, сверху, сверху, быстро. Снизу, 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 сверху, 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 сверху. Еще, еще, еще быстрее. Снизу Снизу Сверху Еще сверху Еще выше Снизу Сверху Это уже походит на сборы в Китае Все беру Ой, извиняюсь Спорт Можете поделать БКМ В топовом режиме Да, Оникс? Ты все мячи хочешь поесть, да, Оникс? Ну, ничего, ешь Если спорт богатый Мячи есть можно Главное не переводите на английский язык Никому не рассказывайте мои секретики Какие тонкие исполнения есть у тебя или нет? Ну, есть один момент Я им часто пользуюсь Особенно по игре по защите Или против азиатов Когда я начинаю первый ход Без вращения совершенно Мячик плоский И если человек просто его ставит Думаю, что есть вращение Он просто колом падает в сетку То есть если мяч летит даже с нижним вращением Я могу его Да Ну, как вот объяснить, да? Это мне как бы, наверное, от бога дано У меня просто получается Я даже иногда не специально, да? То есть Вот Но в основном это зависит от того Если кисть на мячей не будет работать То есть, да? Если вот эта скорость не будет Просто показываем, что мы делаем вращение А кисть не работает И наш летит плоск Обязательно попробуйте Думаю, что Особенно против игры по защите Если вы делаете такой топ-спин слева по прямой Это очень вообще эффективно В свое время у меня Даже у нас был тренер Заворная Ира Палина Всем известная Заслуженный мастер спорта России Она меня сравнивала с Самсоновым Что он, когда играет по защите Может тоже так вот плоско кидать Как бы Но я не признавалась Что я это делаю не специально Что мне это само получается Вот И она мне говорила Что когда-то, наверное, ты научишься этим управлять Сейчас, возможно, это уже получается иногда специально Но, конечно, не как у Самсонова Что ж тут греха-то идти Ну, давайте я попробую, покажу Запил Вот Видите, он плоский летит вообще без вращения Кисть вообще не работает Вот он, без вращения Почти как накат Вот по прямой Медленный Если девочка играет в смешанной паре против мальчиков Мальчики вообще взрываются все Ян, расскажи, пожалуйста Есть какие-то еще подводящие упражнения для достижения Для достижения идеального движения То спина слева Ну, конечно, да Если вы только научились накатывать Да, когда еще там Дети маленькие Или люди, которые только научились накатывать Да, любители, так скажем Ну, я бы посоветовала бы И как меня в детстве учили это вот колесо Только у меня в детстве было немножко другое Но здесь тоже есть похожее Да То есть специально берем ракетку для колеса Ну, у меня, конечно, такой нет с собой Вот, поэтому И как вот делаем движение Ну, мы делали, наверное, там 5 серий по 20 раз там каждый день Когда я была маленькая еще Вот Потом обязательно имитация Ну, имитация не обычная ракетка А возможно заменить гантелей Там полкилограмма, допустим Или специальные чугунные ракетки Есть лимитации Ну, у меня в детстве была такая И я знаю даже в нодне хозяйстве спортсменов Они до сих пор перед матчами разминают Чтоб кисть размялась Вот Ну, и вот как бы в современном мире Уже есть такие вот очень удобные резинки Да, так скажем, резину То есть с ней как бы кто-то должен вам помогать Будет ее натягивать И вы можете прям вот снизу И прям вот это будет натяжение Вам будет достаточно для хорошей работы кисти и предплечья Но не забывайте Нельзя просто вот так стоять и делать, да Все вместе с ногами И вот это я сильная Выдернула С ногами И вперед туда Все вместе То есть чтобы работало все тело А не так Так не получится